Совсем скоро, 30 сентября 2020 года, будет 500 лет с начала правления султана Сулеймана. А по телеканалу Домашний закончился очередной показ великолепного века. Для вас я подготовила интересное видео о последних десяти годах жизни Сулеймана Кануни. После казни его сына Мустафы все пошло под откос. Состояние здоровья ухудшилось. Болела и его любимая супруга Хюрем. Хюрем было не суждено прожить долгую жизнь. 15 апреля 1558 года, около двух часов дня, ее не стало. Жан де Лавинь, французский посол того времени, писал, что Сулейман еще сильнее постарел от горя, и что за сутки до смерти своей супруги он пообещал ей, поклялся душой своего отца Селима Явуза, что никогда не приблизится ни к одной женщине. И хотя многие из его окружения тогда посчитали, что в новой фаворитке он сможет найти утешение, в официальных турецких источниках не упоминается о том, что Сулейман нашел какую-то замену супруге. А после смерти Хюрем Сулейман написал, Последние 11 лет жизни, то есть с 1555 года, султан Сулейман не возглавлял военные походы. Его сильно мучила подагра, хотя в походах он и участвовал, для того, чтобы принимать какие-то важные решения и поднимать боевой дух армии. Однако после смерти своей супруги военные победы стали мало его радовать. Посол Бузбек писал, что видел лицо султана Сулеймана после того, как Пиале Паша принес ему весть о победах на Джербе и в Триполи. У султана на лице не было никакой радости и удовлетворения. А тут еще беда с сыном Байзетом, который взбунтовался и в итоге попал в плен к сефивитскому шаху Тахмаспу. Султану Сулейману удалось выкупить Шилзаде и его сыновей у шаха. По его приказу всех их казнили. По словам Марка Антонио Данини, секретаря венецианского посла, Сулейман тогда сказал, что слава Богу, мусульманам больше не грозят беды, которые обрушились бы на них, если мои сыновья начали бы бороться за трон. Теперь я могу доживать свой век в спокойствии. С годами султан Сулейман стал очень набожным, следовал всем религиозным правилам и верил во всякие предзнаменования. Какая-то провидица сказала ему, что того ждет наказание в загробной жизни, если он не откажется от всех развлечений. Тогда султан Сулейман отказался от хора мальчиков, которые много лет для него пели, и приказал сжечь дорогие музыкальные инструменты. Стал носить простую одежду и есть из глиняной посуды. Сулейман запретил ввоз в столицу вина. Правда, вскоре пришлось этот запрет ослабить, так как взбунтовались немусульманские общины, пытавшиеся доказать, что резкий отказ от вина опасен для здоровья. А в 1563 году Сулейман чуть не утонул в болотах возле берега Мраморного моря, когда охотился. Тогда в этих опасных местах мимо Рамсинана была построена не менее четырех широких мостов. Очень плохо себя чувствовал Сулейман последние один-два года жизни. По описанию венецианского посла, у него сильно отекли ноги, на которых были многочисленные язвы, опухло лицо. В марте 1566 года у него случилось четыре или пять приступов, в результате которых он терял сознание. Слуги даже не могли определить сразу, жив он или мертв. Врачи использовали для снятия боли и воспаления сильные лекарства, но они были неэффективны. Все понимали, что султану осталось недолго. По этим описаниям можно сделать вывод, что у Сулеймана были сердечные приступы. Австрийский посол после последней аудиенции у султана описывал его как дряхлого, но величественного, нарумяниного и страдающего от боли в изъявленных ногах. 1 мая султан отправился в свой поход, последний. Отправился не на коне, как в молодые годы, а в карете. Очень тяжело перенес дорогу, но его присутствие поднимало боевой дух армии, иначе было нельзя. В ночь с 5 на 6 сентября султана Сулеймана не стало. Причиной его смерти в разных источниках называют дизентерию и очередной сердечный приступ, после которого он уже не оправился. Тело султана было бальзамировано, так как великий визирь Соколу Мехмед Паша принял решение не говорить о кончине султана армии, пока не захвачен Сигитвар и Селинь не вступил на престол. Больше месяца султана периодически выносили и сажали на трон, создавая видимость, что тот жив. А великий визирь даже давал ему отчеты. Почерк султана подделывал его оруженосец Джафир Ага. Только он и секретарь Соколу Мехмеда Паши Феридан Бей знали о кончине султана. И только через 54 дня армию известили о том, что султан Сулейман скончался. За это время Селима, который был Санджак Беем Кютахи, оповестили, чтобы тот ехал в столицу и принимал клятву верности от своих подданных. Также ему нужно было раздобыть много золота, чтобы выдать бакшиш, денежное вознаграждение армии. Иначе бунта было не избежать. Плюс нужно было немного протянуть времени, чтобы закончить этот военный поход. Селим приказал похоронить отца у мечети Сулеймание, недалеко от могилы его матери, Хюрем Султан. А над могилой Мимар Синан возвел большой восьмигранный мавзолей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok